Папство Франциска В 19-й год впервые в истории Латвии страну посетил глава католической церкви Папа Римский Иоанн Павел II. Это было важным событием для государства, которое совсем недавно восстановило независимость. Это было важно и для верующих, причем не только для католиков, но и всего общества, вспоминает профессор теологии Валдестер Ауткаунс. Люди надеялись, что этот визит сможет изменить жизнь, что общество станет более духовным. Но прошло 25 лет и мало что поменялось, считает теолог. Например, в Межапарксе папа говорил насчет, что надо избегать какой-то ненависти между народами, надо дружить. Но я как-то не вижу, что теперь в нашем обществе что-то радикально меняется. Наоборот, столько популизма, как теперь, я еще и, наверное, многие из нас не видел. Все равно есть латышские и русские партии. Хотя папа Римский, как глава Ватикана, в каком-то смысле и государственный деятель, но повлиять на политику других государств он не может. Так что ждать больших перемен в Латвии не приходится и во время этого визита папы Римского Франциска, считают теологи. Что-то скажет премьер-министру, допустим, Латвия, это не значит, что премьер-министр убежит это выполнять. Скорее всего, может быть, даже и нет, потому что одно дело это показывать то, как здорово, что папа поехал в Латвию, другое дело реально что-то менять. Другое дело сами люди. Папа Франциск своим примером может вдохновить на перемены, воспитать в себе милосердие. В этом смысл визита понтифика, считает исследователь Института философии и социологии Соловига Круменя Конькова. Во время его папства на площади Святого Петра были сделаны душевые кабинки для бездомных. В принципе, с точки зрения экономики, не такой маленький жесть. Но это означало то, что обратите внимание на бездомных, потому что они тоже люди. Кроме того, визит Папы Римского в страны Балтии можно расценить как обращение к Европе в целом, говорит исследователь. Призыв и какой-то намек, скажем, такой Европе вернуться к тому, что есть основа Европы, это Евангелие. Потому что бессмысленно дискутировать о христианских ценностях, если и сами христиане уже забыли, что это такое. Вернуться к основам христианства, осознать свою идентичность и гордиться ею, а не отказываться от христианской символики при каждом неудобном случае. К этому призывает визит Папы Римского, считает Соловига и Круминя Конькова. А также понять, что значит отношение человека к человеку, к соседу, к чужому. И через призму Евангелия осмотреть на то, что происходит в Европе.